Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Своё мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать... Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 1430 М99,1 FM на нашем веб-сайте radio-nvc.com и на нашем YouTube-канале, где уже к нам начинают подключаться наши слушатели и зрители из разных регионов страны и мира. Не только регионов, из стран. Да. Как я уже говорил, из Канады. С вами в студии Олег Падлок. Да, добрый день. И Сергей Зацепин. Телефон студии, вы помните, 847-400-5200. На тот случай, если у вас возникнет желание принять участие в разговоре или задать вопрос. Событий масса происходит. Время очень горячее. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел сделать небольшое объявление. 11 октября в 11.30 в Пеллотайн, ну, адрес мы уточним, пройдет встреча с кандидатами в разные офисы, которые представляют республиканскую партию. Я думаю, что нам следует пить. Это такой будет праздничная встреча. Попытаемся, во всяком случае, сделать ее праздничной. Но при этом у вас будет возможность задать кандидатам вопросы. Ожидаются Энтони Бэкман, Саргист Сангари, которого вы уже хорошо знаете. Все из них были в нашем эфире. Джефф, фамилию не могу произнести. Мол Фелдер. Мой до фамилии был. Ну, в общем, как-то так. Да. 19-й дистрикт State Representative, 10-й дистрикт State Representative. И, ну, в Сангаре вы знаете. Пэт Абрайан, который баллотируется в офис Кук Каунти Атерни, возможно, я бы хотел пожелать ему удачи, потому что то беззаконие, которое творится в Чикаго, это благодаря Ким Факс, которая сейчас занимает этот пост Кук Каунти Атерни, значит, которую, как вы знаете, во всей стране вот таких Атерни посадили с помощью денег, которые выделил Джордж Сорос, такой благотворитель. Опять скажут его имя, называют, опять он во всех... Вообще, начинаешь копать под этих Атерни в каждом штате, куда бы ты ни обратился, всегда найдутся какие-то истории, начиная от этой Камелы Хэррис, заканчивая нашей дорогой Факс. В общем, вот этих Атерни, которых понасажал Джордж Сорос, в тех местах, где они представляют законы власть, там и творится беззаконие, и вот то, что творится. Поэтому очень хотелось бы, чтобы Петто Брайан выиграл эти выборы и хоть немножко наведет порядок в Кук Каунти, потому что получается, что прокурор Ким Факс и подобные ей действуют не в интересах граждан, не в интересах законопослушных граждан, а в интересах банд, боевого крыла демократической партии. Ну, если вам нравится жить во время погромов, то тогда, конечно, вы будете голосовать за Ким Факс. Я знаю, тут у нас есть совершенно отмороженные люди, а есть люди, которые, в принципе, и профессионал, и среди них есть и медики, и даже адвокаты, которые, в принципе, как бы понимают, что вот, и даже они, они как бы за вторую поправку Конституции, как бы и любят оружие иметь, но вот, тем не менее, уж больно они не любят Трампа в особенности, ну и республиканскую партию не жалуют, и голосуют за демократов, при этом сами на своей шкуре ощущают. Ну, вот когда в пригороды пойдут, Антифа, а поговаривают, что они, поскольку в городах уже все разграбили и разгромили, поговаривают о том, что они намерены пойти в пригороды, когда моих друзей, которые живут в хороших домах, в хороших районах, в дорогих, вот если их лично это коснется, я думаю, может, тогда просветление в мозгу наступит. А я понимаю, окей, ладно, сейчас о другом. Сейчас о мероприятии, которое состоится 11 октября в 11.30 в Полотайне, а также будет Марк Кюрен и ожидается Дан Падлок. Это не мой родственник. Пометьте себе в календарях, это воскресенье, это будет хорошее мероприятие у нас и у нас, и у вас будет возможность задать кандидатам вопросы, что их беспокоит, хотя, если вы внимательно следите за нашими передачами, то вы слышали, большинство из них побывало в нашем эфире, рассказывали о своих взглядах, о своих, так сказать, предпочтениях, но пообщаться вживую всегда полезно, ну и, конечно же, мы выразим поддержку президенту Трампу, безусловно, потому что то, что выборы, которые предстоят, ну, мало того, вы понимаете, что стоит на кону, на кону стоит страна, то есть действительно страна, потому что Байден, который позиционирует себя как некий центрист, Мадера, Мадера и так называемый, на самом деле находится под каблуком у обамовской банды, как Ася Кортес, вот этот вот склад, который антиамериканский, антисемит, вот под их каблуком находится Байден, ну и потом, по-моему, они не скрывают, что даже теоретически, гипотетически в случае победы Байдена он будет либо представлять просто ширму, вы же видите, человек уже не в себе, человек уже, к сожалению, грех говорить, но человек, который уже выжил из ума, не помнит, как его зовут по пятницам, поэтому, конечно же, он не в состоянии управлять страной. Картина, когда он сходит по трапу самолета, и приветствует в поле, и никого нет, только поля, колоски. Ну, в общем, они этого не скрывают, и во время одной из пресс-конференций или интервью Хэрис проговорилась, назвала администрацией Хэрис, то есть не администрация Байдена, администрация Хэрис, то есть это вот кандидатура, которую протолкнула банда Обамы в вице-президенты в надежде на то, что Байден либо добровольно покинет по состоянию здоровья, либо просто будет сидеть в виде такого китайского баванчика, качать головой, а там за его спиной будут все решать. Ну, вот первые дебаты во вторник, мне почему-то кажется, что интерес к ним не менее, чем к суперболу. Абсолютно, интерес будет потрясающий. Всем интересно, как этот человек, ну, может быть, его накачают какими-то... Как он выдержит вообще там, сколько там будет, полтора-два часа, как он высидит? Может, чем, ну, слушай, Брежнева накачивали. Может быть, ему в уши вставят такие вот наушники и будут говорить эти вопросы. Потому что иначе... Да, посмотри, вся кампания проходит. Он из подвала вылазит, периодические вылазки такие на пустое поле, сидят там шесть проституток, так называемых журналистов, и он выступает якобы перед аудиторией. И говорит, поднимите выше монитор. Монитор, да. Я свято верю, Сережа, что в понедельник нам скажут, что он заболел коронавирусом, и он не может участвовать в дебатах. Ну вот. Вот у меня такое предчувствие. Человек, отвечая на заранее заготовленный вопрос, не может ответить правильно. По заранее подготовленному ответу по монитору, и то у него получаются проблемы. И говорит, 1387 562. И мне хочется спросить моих друзей, которые намерены голосовать за Байдина. А они не голосуют за Байдина, они голосуют против Трампа, естественно. Причем тебе больше скажут, друзья. Я знаю людей, которые диссидентами сюда приехали. Вот таких много. Диссиденты, и они голосуют за Байдина. Есть, наверное, несколько разные категории диссидентов. Есть диссиденты, которые придерживаются принципов определенных, а есть диссиденты, как анархисты. Им не важно, против кого выступать. Вот против этого будем выступать. И не важно. Особенно меня поражают так называемые Нева Трампера из числа республиканцев. Ну, понятно, там Билл Кристалл, вот эта вся шайка, которая кормилась неплохо при Аканах. И, так сказать, все с ними понятно. Но те, которые низовые, вдруг стали Нева Трамперами, что Трамп такой-сякой. Вы посмотрите, сколько, если разобраться по очереди, посмотрите, сколько сделал Трамп для консервативного движения. Ни один из предыдущих, из предшествующих президентов столько не сделал. Вы посмотрите, он назначил федеральных судей, причем это судьи не либералы, не отмороженные, так сказать, либералы. Нет, это судьи консервативные. Он назначил два судьи в Верховный суд. Сейчас он намерен назначить третьего судью в Верховный суд. Вам когда-нибудь такое снилось, господа засранцы Нева Трампера? И вы начинаете говорить, а вот он там граб за пусть или еще что-нибудь, еще какую-нибудь хрень, которая решается, которая для вас является определяющей. А то, что клика Обамы во главе с Байденом продавала интересы Китаю, да начиная с Клинтона. Клинтон продал технологию Китаю двойного применения, за что он должен был быть повешен за Бейтселлы. Нет. И за что это? А потому что один китаец дал ему денег на избирательную кампанию. То есть, ублюдки продают интересы страны, безопасность страны. И за этих ублюдков вы намерены голосовать, и поэтому вы ненавидите Трампа, потому что он противостоит Китаю. Потому что он вышел из соглашения с Ираном. Иран, который называет нас большой сатаной Израиля, маленькой сатаной, и готов уничтожить Израиль, создав ядерное оружие. Обамка дал, мало того, что разморозил счета на 150 миллиардов долларов, что позволит создать атомную бомбу Ирану, так он еще отправил туда почти 2 миллиарда кешью. Я не знаю, какая часть этих денег осела в карманах Обамки, который был нищебродом, пришел в политику, а вышел мультимиллионером. Вас это не смущает. И вы обижаетесь на Трампа за то, что он вышел из этого соглашения. Почему ты не хочешь понять, ты не можешь принять то, что все вот эти заслуги, им все равно. Ты можешь сейчас еще полчаса рассказывать о том, что сделал Трамп, какие указы он подписал, как развивалась экономика, как увеличилось количество рабочих мест. Никого это не волнует. У них одна задача уже три с половиной года, убрать Трампа из Белого дома. Импич, импич, импич. Я могу понять политиков, демократов, потому что им главное сидеть у этой кормушки. А почему ты не можешь понять вот этих, которым мозги промывают? Я не могу понять так называемых республиканцев, которые стали новотрамперами. Еще два года назад Heritage Foundation сказал, что действия политика Трампа на 64% соответствуют консервативным устремлениям. Ни один предыдущий президент такого рейтинга не смог достичь. И все равно эти идиоты, ну идиоты, я иначе назвать их не могу. Ну потому что не любят они Трампа, ну не хотят они Трампа, неважно. Консерватор, демократ, республиканец, они его не любят, поэтому они против него будут голосовать. Давай я приниму звонок, я немножко дух переведу. Добрый день, вы в эфире, да, иди покурю немножко. Добрый день. Добрый день. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, меня слышно? Да, очень хорошо. Еще как? Спасибо, извините. А, знаете, я бы хотела узнать, как прошло ралли? Ну, Анатолий делал интервью с человеком, который... Ралли прошло великолепно. Замечательно прошло ралли и будет повторяться, то подобные ралли будут повторяться... А какое именно? Потому что их сейчас очень много стало. Это Lake Forest Social Group проводила ралли, проехали через Дилфилд, через Хайланд Парк, где живет эта радикальная... Ну, там живут и порядочные люди. Славка Каганович живет в Хайланд Парке. Там, правда, по-моему, живет и Элочка Забицкер, и такие, как она, там достаточно много. А в Хайланд Парке недостаточно много, там подавляющее большинство таких. Большинство Элочек, людоедочек. Да, причем я знаю это из первых уст, как говорится. И люди говорят такие вещи, что я тебе даже не могу передать. Волосы дыбом становятся. Значит, они готовы принять беженцев. Они против Израиля. Они не понимают политику Трампа в поддержку Израиля. Они ратуют за то, чтобы палестинцам все-таки дали их государство. Бедные, несчастные палестинцы. Это евреи говорят о том... Понимаешь, как? Это те, которые сами себя ненавидят. Self-hate Jews. Есть такие, много таких. По-прежнему больше 60% поддерживают демократов. Они не понимают и не прочувствовали все. Ну, ничего не все сделают. Ну, понимаешь, опрос общественного мнения показал. Когда-то я приводил цифры, я сейчас не помню точно. Но более 60% евреев, до них на первом месте стоят прогрессивные идеи. А уже Израиль стоит на 102-м месте. И вообще еврейство стоит на 854-м месте. А вот прогрессивные идеи у них стоят на первом месте. Ну, вот они... Причем я знаю, что, например, Игорь Фиалко, один из них назвал Гитлером, нацистом, фашистом. То есть, не укладывается в голове вообще это мышление. Ты знаешь, к сожалению, в гитлеровской Германии какая-то часть евреев сыграла на руку Гитлеру. Это вот такие же, которые вот в Хайлам-парке, которые готовы голосовать за Байдена, которые ненавидят Израиль, которые ненавидят свое еврейство. Не просто сыграли, даже некоторые и были в рядах немецкой армии. Вот, вот, это они. Так что нечего удивляться. Да, как говорил Жаботинский, по-моему, каждый народ имеет право на... Нет, это уже более поздний. Каждый народ имеет право на своих подлецов. Так что и еврейский народ имеет право на своих подлецов. Я думаю, что еврейская община внутри себя разберется. Хотя некоторые начинают прозревать, некоторые начинают не только консервативные. Да, но надо быть осторожным, то, о чем мы говорим, потому что нас с тобой... Меня обвинят в антисемитизме 100%. Тебя и меня обвинят в антисемитизме, и это уже не первый раз. Особенно, когда я упоминаю фамилию Сорос. И, кстати, проститутки и средств массовой информации именно так и переворачивают, когда, не дай бог, кто-то начинает критиковать какие-то действия Сорос, или просто говорить о том, что вот Сорос там профинансировал избирательную кампанию такого-то ублюдка. Антисемит. Мало того, во время Fox News Гингрич там беседовал и говорил как раз вот о том, о чем я сказал. Которому закрыли рот. Да, не надо приводить сюда фамилию Сороса, это вроде не об этом мы сейчас говорим. Это фигура неприкосновенная. Купил всех проституток за 30 серебряников. Всех проституток купил. Но, слава богу, еще остались честные и порядочные люди. У нас звонки, если не возражаешь. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, господа. Добрый. Курчавас. Перед большим-большим праздником. Сергей, то, что вы сказали, это в принципе почти то же самое сказал Бен Гурион, когда его спросили, с кем собирается государство основывать спортными и парикмахерами. Он говорит, кто есть, вот есть, все-все-все-все-все-все-велков. Это представление вообще мировой общественности. Журналист, который вопрос, можете представить, а там ученые, там все, но там их никогда. Портные это вот, кстати, вот такое вот. Алекс, на ум приходит диалог между Бен Гурионом и Джо Слипи Бэйсмен Байден. Сереж, секундочку, ты имеешь в виду Бегина. Ой, Бегина, Минахин, 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 который ответил Байдену на его угрозу лишить Израиль помощи. Да, это было, да, ребят, я хочу, вы немножко коснулись темы Суприм Кор, которая умерла, вы понимаете, тут такое началось, тут такое делается, ну просто, ну просто, ну как вам сказать, после Моисея, вторая вот, ее руд, ее уже сравнили с библейской руд, ну очень полный бред, вы знаете, лет 10 назад, я читал в одном консервативном еврейском издании, у ней, у этого Кинсбург, которую тут так, еврейка, еврейка, у нее стопроцентный негативный респанс в Суприм Корте, все, что касается еврейства, в первую очередь, когда хотели амнистировать Поварда, и его дело представлял, кстати, Дершавиц, она его просто уничтожила, и она не хотела, чтобы его освобождали, и в остальных очень многих там написали, касаясь еврейских школ, у нее абсолютно стопроцентный негативный, понимаете, ну, вы знаете, есть такое количество евреев, которые бьются в руд, показать, что, ну, они хоть где-то, что-то, почему-то, зачем-то евреи, но, для перед общественностью, ну-ну-ну, они не будут никогда ничего делать законно. Вот это, поэтому, и, кстати, вот я смотрю, в Израиле, кроме левых, я не видел, чтобы консервативная партия, которая у власти, чтобы они выразили большие соболезнования по этому поводу. У меня, кстати, больших соболезнований нету тоже. Так, спасибо большое вам за все. А, да, да, я слушаю. Нет, нет, ничего. Спасибо. 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 Ну, тут я немножко не согласен насчет Гинсбург и отношения к евреям. Она, в принципе, была настолько непредвзята и к евреям, и к черным, и к гомосексуалистам, что она просто, она придерживалась очень... У нас звонок есть, да? У нас масса звонок. Да, давайте. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать про уже диссидентов, которые якобы были диссидентами там, и сейчас они активно борются с Америкой тут. Вот ваш бывший партнер по бизнесу Сева Капан у нас на Дэвизон Радио, он все время... Никогда не был нашим партнером по бизнесу. Я извиняюсь, но вы же как-то были же совместно, что-то там делали у вас. Ну, ладно, пускай... Ну, сейчас ваше радио имеет то же самое название, что было у нас. А, да, вот с тем радио, да, но я не имел никаких дел, не контактировался с Севой. Это был Валерий Вайсберг, насколько я помню. Ну, тогда вам повезло, честно говоря, вот, что вы не имели дело с этим идиотом. Вот, вот сегодня, то есть вчера утром он, как всегда, начал передачу и сказал, что якобы вы, он обращается к нам, к жителям Брайтона, вы поддерживаете Трампа, а вот Трамп желает сократить, мол, фудстемпы и медикейт. А и тут же позвонил один из наших и сказал, вот, я, говорит, наблюдаю, вот, действительно будут изменения в фудстемпе. Кто получал 199 долларов единичные люди, вот, одиноки, то они получат на 10 долларов больше, а те, кто сухаристской парой, получат на энное количество долларов больше. И он, да, я пошутил. Вот у него, вот, всегда он так, если что-то разоблачает его, он все время, да, я пошутил, я пошутил. Ну, это называется вертеться, как уж на сковородке. Да, спасибо. Спасибо большое. Давай, ты хотел там что-то пополнить. Мы уже, наверное, должны прерваться. А, точно. На рекламную паузу, и тогда мы уже поговорим. Сори, 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 прозевал маленько. Маленько прозевал. Сейчас прервемся, сделаем небольшой перерыв, буквально, буквально несколько минуточек, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Если кого-то обидел, извините. Да. Это, кстати, емкий пур в понедельник. Сережа немножко выпустил пару, вот мы как раз об этом говорили, что когда вот накапливается вот это все, вот, и вы слышали, как Сережа, так эмоционально все рассказывал. Вот точно так же у меня вчера вот накопилось. Ну, жалко, ну, я же на жену не буду там выплескать. После часа слушания Такера, и где-то минут сорок я слушал Хеннити, и в какой-то момент я понял, что меня разрывает. А каплей, которая переполнена чашу, были кадры, когда во Флориде... Сидела пожилая пара за столиком в ресторане на улице. Да, пожилая пара, и шли вот эти ублюдки BLM, которые до этого показывали, как они били стекла и бросали в окна какие-то предметы. И вот они подошли к этой пожилой паре, и они начали переворачивать еду, которая там была у них на столике. Значит, причем, значит, репортер Tampa Bay Times, он снял этот инцидент. Вот, и, значит, причем несколько людей подошло к ресторану, там, не только один человек. И один из них просто сел за этот стол, за которым ужинали... Потом еще двое подбежали. Да, белые мужчины и женщины, и несколько десятков других стояли, значит, рядышком и скандировали. И они стали кричать, оскорблять эту пару. Женщину назвали какие-то там нехорошими словами. Мужчине, естественно, что F-words, ну, как же у нас, наша молодежь по-другому не может говорить без F-words. И сказали, что они его сейчас, ну, получит он у них. Женщина стала звонить в полицию, а мужчина, которому угрожали, он был обеспокоен. И он, как бы, ну, старался быть спокойнее, как бы улыбаться. Ну, иди, знай, что у них в голове. И вот, представляешь, некогда уважаемая Элочка Зибицкер призывает на Фейсбуке поддержать это великое движение, как она выразилась. Это великое движение этих подонков. Вот, чтобы ты оказалась, Элочка, на этом месте, и чтобы они с тобой так поступили. Может, тогда у тебя что-то, просветление какое-то на столе было. Я хотел об этом сказать, что вот если бы она, она и другие, которые поддерживают вот эти мирных протестов из БЛМ, если бы они оказались на месте этой пожилой пары, они бы на своей шкуре почувствовали. И поверьте мне, если вы будете скандировать, что, да ну вы что, мы же за вас, это вам не поможет. Потому что полно видео есть на Ютубе. Я помню, как сейчас, когда идет вот эта толпа, и в апартменте, вот снимает кто-то на телефон, стоит парень и машет рукой вот этим вот сверху, которые идут, и они в это время в окно запускают там какую-то или бутылку, или камень, и он им кричит, я же свой, свой, я за вас, а не второй камень. Поэтому по башке получите, поверьте мне, и никто не будет разбираться, свой и не свой. Увидят, что белые сидят, увидят, что в ресторане, ага, значит, есть деньги, значит, богатый, white supremacist, и получите по полной программе. А если будут ботинки целовать, поможет? Они же привыкли вставать на колени, ботинки целовать. Ну, во всяком случае. Между прочим, это видео набрало почти 2 миллиона просмотров за пару дней. Вот так что, вот это называется мирные протесты. Теперь по поводу, вот Сережа сказал, завтра будет рейлы в Носбуке, по поводу того, что один белый пожилой идиот выскочил из машины. Да, такой же, как, ты понял, я понял, да. И у тебя особая любовь не. Он выскочил из машины, набросился на молодых ребят, которые стояли мирно, тихо, спокойно. Тинейджеры, это старшеклассники из школы. На углу стояли и никого не трогали, просто стояли с флагами, трамп, с американским флагом. И вот он на них набросился. И когда один из мальчишек, он говорит, ты сейчас хочешь ударить, ну, тинейджера, ребенка, да, подростка, он говорит, да, да. Ну, конечно же, там очень много было этих высказываний на фейсбук, что, ох, меня там не было жалко. В общем, завтра будет, ребята, этот школьник организовывает ралли. Да, вот завтра оно будет в Носбуке. Кроме того, завтра ралли будет опять, начнется оно в Лейк Форест на станции, на стейшн Лейк Форест в 10 часов утра и пройдет по Хайланд Парку, по Дирфилду, по Лейк Форесту. Но вообще, если вы обратили внимание, вы помните когда-нибудь такое количество рейл из в демократических штатах? Не только у нас. Посмотри в Калифорнии, что делается. Посмотри в Орегоне, какие рейлы в поддержку Трампа. Я уже не говорю про Флориду, там, Индиану. Вчера, кстати, есть звонок, да? Давайте примем. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я вот слушала одну из передач на этом радио, и один человек сказал, что если выберут Трампа, то чернокожие, антифы и все прочее начнут здесь беспредел. А вот я думаю, что он не понимает, что будет ситуация, если выиграют эти демократы еще похуже, чем временный беспредел. Потому что вот вспомнить вот этих Малковских, они сказали, между прочим, они всегда поддерживали демократов, финансировали демократов. А когда вот это случилось, когда напали на их собственность, да, то они были на праймаре с республиканской партии. И они стали республиканцами, естественно, то есть быстро опомнились. И они сказали, что это не только с нами случилось, это совсем с любым из вас может случиться. Так вот, если выиграют вот эти демократы, да, то тогда, как сказал лидер, вот эти, черная жизнь, мэтр, он сказал, что мы всю здесь страну подожжем, если не исполнят все наши требования. А все наши требования. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Да, кстати, вот Мария, вы позвонили, и я вспомнил, вы вчера тоже звонили Анатолию, вы обсуждали причину смерти Флойда. И я, честно говоря, меня заинтересовало, что же действительно там произошло, потому что вот вы говорили, что взяли независимых экспертов, а Толик говорил, что вот официальная версия такова, что его задушили. Так вот, причем самое интересное, я несколько сайтов прочесал, один из них даже CNN, они тоже говорили, что действительно эксперты были наняты семьей Флойда и судебно-медицинским экспертом округа и пришли к выведу, что его смерть была убийством. Но, по данным независимого вскрытия, Флойда умер от удушья, от длительного давления, когда его шея и спина были зажаты, это не говорят. Но, в отчеты судмедэкспертизы, опубликованном буквально недавно, несколько дней назад, значит, говорится, что причиной смерти стала остановка сердечно-сосудистой системы, осложняющая подчинение, сдерживание и компрессию шеи, ну и так далее. Короче говоря, сегодня версия такова, что причиной смерти стало не удушение, а стало несколько причин. Наличие в крови вот этого фетанила и метамфетамила, опять же, не говорят, какое количество должно быть в крови. Кроме того, у него были системы с сердечно-сосудистой системой, были проблемы, да, с сердечно-сосудистой системой. И вот это вот стечение всех обстоятельств послужило причиной смерти, то есть причиной смерти не было прямое удушение. А, кстати, он начал говорить, я не могу дышать еще задолго до того, как его прижали коленом. Да, он сидит, давай звонок, добрый день, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы только что говорили о лекшен. Я заметила даже вот по своим соседям большое изменение. Раньше я должна была уговаривать, у меня здесь, ну там, две соседки пожилые. Я их уговаривала, когда пойти проголосовать, там, раньше проголосовать и так далее. Но это было два человека. Теперь уже присоединилась третья, теперь меня уже спрашивают, когда ты нас повезешь. Спасибо большое. Кстати, я два слова должен сказать. Вчера собирался в Совет Директоров American Immigration Education Fund. И как раз одной из проблем, которые мы обсуждали, и до этого я об этом говорил, это пожилые люди, которые живут в субсидированных домах и у которых возникают проблемы с голосованием. То есть им начинают, заморочили голову с этими бюллетенями по почте и так далее. В общем, люди, некоторые не были зарегистрированы, но хотели бы проголосовать. И вот на волонтерских основах, значит, мы эту акцию проводим. И вчера вот докладывала наша секретарь этой организации и рассказала о том, что она встречалась с этими людьми, которые хотят проголосовать, но испытывают какие-то проблемы. Это было настолько потрясающе. Я сейчас не помню имени, но я обязательно буду рассказывать об этих людях поименно. Женщина, которой 98 лет. Ты можешь себе представить? 98 лет, которая хочет поехать и проголосовать. Ну, понятно, что она машину не водит, и она именно персонально хочет пойти на избирательный участок и проголосовать. И там все, в основном живут же пожилые люди. И вот женщины в возрасте 90-97-98 лет, они хотят пойти на участок и проголосовать. В отличие от тех, кто сидит на жопе на диване и не могут оторвать свою задницу от дивана и пойти проголосовать. А потом сетуют на кухне, плачутся, вот у нас налоги высокие в этом, потому что надо идти голосовать. А вот эти женщины потрясающие, каждый из них рассказал историю, уникальные вещи. Так вот, будем помогать этим людям. Вот начнется ранее голосование, уже, кстати, кое-где появились данные о том, что открываются избирательные участки, во всяком случае в вилледжах. И вот будем возить этих людей на избирательные участки с тем, чтобы у них была возможность проголосовать. Потому что то, что с этими mail-in ballots, это такое, это такое, это такая ферма. Мы об этом говорили уже много раз, и мы рассказывали о том, что нужно делать с этими бумагами, которые вы получаете по почте. И все равно люди до сих пор продолжают спрашивать, что делать. Я получил бумагу, я получил ballot. Нет, не ballot вы получили, это еще не ballot. Есть звонки еще, нет? Есть, конечно. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не могу понять, какие претензии к Трампу. С кем я не говорю из этих вот, вроде бы, как демократов, они толком ничего не могут объяснить. И не объяснят, потому что у них нет причин. Вы знаете, есть такой анекдот, когда, ну вот, не получалось там у человека что-то, вот всю жизнь не получается у него. То дом построил, сгорел, то еще что-то. И вот он вышел вот на улицу, руки вот поднял к небу и к Богу обращается. Ну почему, ну почему? И вдруг голос с небес. Ну не люблю я тебя, не люблю. Вот так и у них. У них нет причин. Они вам... Ну много ли таких? Ну много ли таких? Много. Очень много. Ну было порядка 10% республиканцев, которые не пошли голосовать за Трампа. Ну честно, пусть будет 10%. Пусть будет 50% этих самых неимущих. Все равно же работающих больше, рабочий класс большой. Что там этих студентов, которые не понимают, что они делают? Вы абсолютно правы. Ну конечно. Именно поэтому и была придумана эта схема. Но мы все равно победим. 100%. Мы все равно победим. 100% об этом говорят. Но пасаран, бойца не пройдет. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Даже среди многих рабочих, которые честно работают и платят свои налоги честно, даже среди них очень-очень-очень много людей, которых я сегодня называю поколением читающих заголовки. То есть они воспринимают то, что они видят в заголовке. Они воспринимают то, что им говорят в новостях. И, к сожалению, есть один Факс Ньюс и еще пару платных каналов. А остальные все, вы когда начнете считать эти каналы, то вы увидите, насколько их больше. И вот представьте себе, когда по телевизору, куда бы вы ни переключились, будь то CNN, MSNBC, ABC, и там говорят, Трамп плохой, Трамп плохой. Вот Russian Collision. Вот идет расследование. Его надо импичь. И вот они говорят и говорят. Ну сколько вы знаете людей, которые услышали и скажут, подожди секундочку, надо пойти, посмотри, надо на интернет залезть, посмотри, правда это или нет. Да никто этим не будет заниматься. Посмотрите. Можно я тебе скажу что-то? Подожди, у меня в глазах вот, у меня в глазах картина. В аэропорту, когда сидят люди и ждут самолет, и только CNN там показывает или MSNBC, и оттуда постоянно льется вот это. И вот сидят сотни людей, тысячи людей и пялится в этот телевизор и слушают. Ну хорошо, что еще сегодня хоть есть телефоны, когда человек может плюнуть на этот CNN и залезть в телефон там что-то посмотреть. Это новая религия, я об этом уже не раз говорил. Бесполезно разговаривать с некоторыми людьми, которые религиозные. Я имею в виду люди, которые ударились в религию и лифтизм. Это новая религия. Объяснять что-либо бесполезное. Так же, как говорится человеком, который всю жизнь верил в Бога и сказать ему Бога нет. А антитрампизм это болезнь. А это болезнь. Абсолютно. В какой-то момент, начиная там, скажем, с дебатов сначальных, у кого-то это кликнуло в тот момент, а у значительной части, в тот момент, когда стало известно, что Трамп выиграл, у них просто мозг взорвался. Вот вы задали вопрос, причина, да? Вот я вам скажу, я недавно беседовал с одним молодым человеком. Значит, у него причина была такая. Трамп косноязычен. Он же, он плохо говорит. Ну и что, что он плохо говорит? Но он косноязычен, да. Он, у него может быть не такой словарный запас, не такой лексикон, как у Обамы. Ну и что? За это его люди любят, очень многие. Потому что он говорит, в принципе, на языке людей. Но неужели мы все-таки будем оценивать президента по его недостаточному словарному запасу? Или мы будем, ну хорошо, давайте возьмем Байдена, который говорит, come on, man. У него есть словарный запас. То есть вы считаете, что за Байдена нужно голосовать, потому что он лучше будет говорить в микрофон по телевизору, который не может связать двух слов, который путает факты, который путает цифры, который не может ответить уже заготовленным клише, заготовленными ответами. Он все равно это путает, выходит и приветствует поля. Он факты не путает, как он сам сказал. Вот он сказал. Мы предпочитаем правду над фактами. Ну конечно, он предпочитает факт. Он когда сказал, что в военных... Своя правда, факты их не интересуют. У них есть своя собственная правда. Поэтому, так сказать, какие факты путать. Да, ну вот он сказал, я уже говорил, да, поэтому он сказал, что среди военных заболели коронавирусом 6,5 тысяч человек. И опять же, посмотрели вот это вот его слова, услышали, там миллионы, сотни тысяч человек, и завтра они будут ходить, и говорят, боже, среди военных там же эпидемия, там же кошмар. И никто не полезет в интернет и не найдет, что не 6,5 тысяч, а 7 человек всего лишь. Да, не только, да. Раша Гейт, который обрушили либералы на голову Трампа. Раша Гейт, сфабрикованное дело. Я в канун выборов еще в 2008 году, я говорил, что если Обама придет к власти, мы превратимся в банановую республику. Что, собственно, и произошло. Так же, что происходит. Все, ну не все буквально, а значительная часть вот этих показателей, вот этих присущих банановой республике действий, то есть Обама натравил АРС на консервативные группы, на Типари, связанные так или иначе с Типари, просто натравил, и они их гнобили. Такое происходит, беззаконие происходило в свое время в России. Такое происходит в банановых республиках. Обама спровоцировал и направил усилия всего разведсообщества против кандидатов президента. Это свойственно и присуще банановой республике. Вообще-то вмешательство, вмешательство. Абсолютно. Такого скандала в этой стране еще не было. Это подсудимое, так уголовное дело. Такого скандала еще не было. Но ведь новотрамперы, они ведь по сей день говорят о том, что Трамп сидит в Белом доме, и потому, что Путин его посадил, у людей их невозможно переубедить. Скажи мне, средства массовой информации, хоть слово, вот эти проститутки CNN, MSNBC, хоть словом обмолвились о докладе, который выпустил под комитет Сената? Они не, нет, они это не делали и не сделают. Все, что они делали три с половиной года, сколько длилось расследование Малера. И в это время постоянно со всех экранов говорили, что Россия вмешивалась в выборы. Дальше выпустили вот этот отчет Малера, 25 страниц, помнишь? Я тут же сказал, подожди, это еще не все, они затребуют весь отчет. Затребовали весь отчет. А пока что продолжается промывка мозгов вмешательства России. Выпустили весь этот отчет. Значит, потом Малер сказал, что то, что я не нашел фактов, это не значит, что травм не вмешивался. И сегодня, когда уже забыли про это все, все равно в мозгах людей, и они доказывают это своими высказываниями в соцсетях, что Россия все равно вмешалась. И нам плевать о том, что говорили там после этого отчета Малера. А вмешался Трамп на самом деле или нет? У них в мозгах сидит то, что он вмешался. Вспомни, какой грязью обливали генерала Флинт. Да не просто грязью, а на самом деле это была операция по устранению человека, по его дискредитации. Значит, сколько об этом говорили, сколько вылили грязи сегодня вообще? Ты слышал, что где-то говорили о том, что это все было сфабриковано, и это... Короче говоря, людям промывают мозги только односторонне, только дают негатив, только о том, что касается Трампа, и, как говорится, выставить ее в черном свете. Но когда всплывают факты и выясняется, что это не так, об этом больше никто не говорит. То есть в мозгах людей оседает это все. И вот то, что я говорил, поколение, читающее заголовки. Никто не удосужится копнуть глубже и узнать. Поэтому вот те работяги, которые честно платят налоги, среди них тоже миллионы тех, которые не удосужатся копнуть глубже и узнать всю правду, к сожалению. У нас еще звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Елена Ивановна. Я хотела просто вставить свои, как говорится, трикопетки. Вот вы сказали, что Трамп говорит очень простым языком, и у него вокаблил не очень хороший. Это не я сказал, это они говорят. Нет, ну да, да. Я просто хочу сказать, что совсем недавно я прочитала какую-то статью, мне случайно попалась. И вот как раз в этой статье автор утверждает, что Трамп это делает намеренно. То есть перед тем, как он стал президентом, вот где бы он ни выступал, писал книги, какие-то тексты, он совершенно, у него очень-очень высокий вокаблил. Но чтобы его понимали люди всех уровней подготовки и даже, как бы, иммигранты, то есть он делает над собой усилия и пытается говорить вот на уровне, чтобы даже ученик пятого класса его понял. Может быть. Спасибо. Но, в принципе, вот, например, моего отношения к этому сути не меняет. Или он говорит так, потому что так говорит, или он хочет так говорить, какая разница. Меня волнует, что мое портфолио, например, возросло, и когда мне кто-то вот из демократов начинает приводить все какие-то негативные сказки, я говорю, подожди, у тебя есть ценные бумаги, у тебя портфолио выросло, что тебе не нравится? Добрый день, вы в эфире. Алло. Добрый день. Алло. Да-да-да, слушаем вас. Добрый день. Будь любезны, у меня такой, знаете, острый вопрос. Дело в том, что я вчера прочла в газете, вы меня слышите, да? Да-да-да. Я вчера прочла в газете «Земляки» очень такую, знаете, остренькую статью, где написано, что люди, которые получили приглашение голосовать по почте, не имеют права выбрасывать конверт, а нужно прийти по голосованию, где вы можете голосовать, и у них на глазах порвать этот конверт. Вы только единственное не путаете, вы не путаете приглашение и сам баллад, потому что вам сначала приходит приглашение, вы его заполняете. Давайте мы еще раз вернемся к этому сразу. Да, давайте. Не переключайтесь никуда, слушайте нас по радио, сейчас мы сделаем небольшой перерыв, и мы еще раз подробненько по этому поводу пройдемся, хорошо? Спасибо, я ослуждаю вас. Да, немножко. Оставайтесь с нами, скоро будем вам рассказывать. А если вы еще остались на линии, я обращаюсь к твоей радиослушательнице, которая нам позвонила, значит, вы получаете сначала порядок, вы получаете по почте приглашение, которое вы заполняете и отправляете, чтобы получить непосредственный баллад. Значит, эту бумажку вы можете выбросить. А если вы хотите идти голосовать лично, вы можете это сделать. Если вы голосовали уже, то вы уже как бы зарегистрированы. Если вы не голосовали никогда, вы это можете сделать во время голосования, причем не обязательно. В день голосования. В день голосования, да. Причем Сережа говорил, я говорил неоднократно, выборы 3 ноября, но вам не обязательно ждать этой даты, потому что раннее голосование... Это в том случае, если вы зарегистрированы. Да, если вы зарегистрированы, если вы уже голосовали, вы можете голосовать, начиная с 19 октября. Если вы еще никогда не голосовали, то вы должны прийти туда именно в день выборов 3 ноября, вас зарегистрируют и вы проголосуете. Или, если мне память не изменяет, можно прийти в Коук Каунти Клерку и зарегистрироваться там. До выборов. Да. Не обязательно в день выборов. Точно так же, да. И, кстати, зарегистрироваться можно онлайн с помощью компьютера. Можно. Но если вы по каким-то причинам не сможете прийти голосовать, вот тогда вам нужно заполнить вот эту бумагу, приглашение, аппликейшн, отправить его, и тогда вы получите вот этот баллад, непосредственный уже бюллетень, который вы должны заполнить и отправить. Кстати, те люди, которые будут голосовать на участках, где будет электронное голосование, то вам после того, как вы заполните на компьютере весь ваш выбор, сделаете, вам дадут распечатку, убедитесь в том, что распечатка соответствует тому, что вы отметили на экране монитора, потому что может быть, упс, ошибочка. Вот, чтобы не получилось так, что вы проголосовали за Трампа, а там написано Байден. У нас здесь звонок, да? Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый. Ну, в принципе, вы уже ответили, что можно зарегистрироваться онлайн. Да. Но, чему я хочу сказать, несмотря на то, мы говорили, что нет вмешательства иностранцев в выборы Соединенных Штатов. Посмотрите интернет. Там забито, особенно почему-то, много из Канады. Я не могу понять. В частности, там какой-то Олег Панамарь забил интернет за Трампа. Но я не это хочу сказать. Может, вам уже и сообщили. В прошлую субботу возле ВУПШа в МОВА была огромная демонстрация за Трампом. Я в ней участвовал, это интересно, с флагами. Да, было. Представляете, какое там движение. Все машины поддерживали эту демонстрацию с криками, с шумом. Люди подходили, становились. Там была огромная демонстрация. С другой стороны, ну, может, человек 15, может, от силы 20. Это которые были за Трампа. Там с этими плакатиками, там один человек Black Lives Matter, два человека с этими разноцветными флагами. И все скучные, однообразные зрелища. Зато за Трампа просто... Я не знаю, возможно, это по районам такое. И одно из видео, которое стало очень популярно на интернете, на ютубе, на фейсбук, это видео, когда едет машина и высовывается какая-то девка молодая. Бросает руль, высовывается по пояс из машины и показывает двумя руками два пальца и бьет впереди стоящую машину. Называется... Два пальца она показывала участникам... Да, она показывала эти пальцы участников про-трамповской демонстрации. Там была огромная толпа разного возраста люди. Молодые. Да, там было много, действительно. Ну, уже пожилые, среднего возраста, радостные, что такие. Так приятно было в этой демонстрации участвовать. Между прочим, вот... Спасибо большое. Значит, в Маккенри Каунти проходят уже не первый раз и будут еще одно рейлы. Значит, там собирается невероятно большое количество людей. Причем, значит, они выбирают огромное какое-то территорию, там поле какое-то или форест-презерв. И то, что вы видели в Шамбурге, это просто капля по сравнению с тем количеством людей, которые собираются там. Добрый день, вы в эфире. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Вы, Сережа и Олег, да, вас, кажется, зовут? Да. Я бы справедливо возмущать тому, что некоторые из наших русскоговорящих поддерживают не Трампа, а противоположную сторону. Но мы все не учитываем то обстоятельство, что аж с ленинских времен из всех стран мира приехали столько троянских коней, что их дети и внуки сегодня составляют основную базу демократической партии. Вспомните, вот недавно только выясняется по сей день о том, что вся технологическая мощь Китайской Народной Республики поддерживается ими детями китайцев, которые посылают отсюда всю информацию. Вот. И с нами, с нашей миграцией очень много приехали таких, как Элочка Людоедочка и Севочка Капланочка, которые на вазу вместе с нами приехали и сейчас составляют тоже против Трампа и Америки. Да, к сожалению. Ну, вы знаете, да, вот эта поговорка «все менее без уродов», она недаром существует и недаром популярна всегда была, есть и будет. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владимир, я из города Сиэтла. Очень приятно. Хотел бы вам сказать спасибо. Thank you for your service. Это как спасибо за ваши труды, что объясняете все это дело людям. Но я хотел прокомментировать одно ваше высказывание чуть-чуть ранее перед рекламой. Вы говорите, что большинство людей, которые читают заголовки, к которым я, кстати, отношусь, они не способны поменять свое мнение и разобраться и почитать дальше. Но именно из-за этой причины это заставило меня сделать ресерч. Именно из-за этого я попал на ваш радиоканал и начал менять мнение. Я был достаточно скептичен к Трампу до того, как начал изучать вопрос. И когда твое мнение формируется без твоего участия, это явный признак работы пропаганды, что заставляет тебя сделать ресерч, как человека думающего. Я думаю, что людей думающих достаточно много. И это тоже их спровоцирует поизучать и сделать какое-то мнение более правильное, а не только на основе заголовков. Ну, я с вами абсолютно согласен. Я не помню, что я сказал большинство. Может, я говорил очень много. Это действительно много. Кстати, я к ним еще должен добавить и ту молодежь, которая сегодня поддается вот этому промыванию мозгов в университетах, что составляет, в принципе, довольно большое число. Вот эти молодежь плюс вот люди работающие. Нет, не потому что не думающие. Нет, я не могу сказать, что они дураки. Нет, просто действительно, может, у людей даже нет времени. Вот он услышал вот это вот. Вот он в командировке летает. Вот он все время в аэропортах. И вот он сидит и смотрит вот это CNN, CNN, CNN. А у него даже времени нет залезть в интернет и что-то там почитать, что-то найти. Вот поэтому вот эта проблема, одна из проблем. Вот то, что вот этих вот левых каналов гораздо больше, чем правых каналов. Мне хочется поблагодарить нашего радиоослушателя и пожелать вам удачи в этом вот городе Сиэтле. Да, спасибо большое. А можно еще чуть-чуть спросить? А по поводу электорального... Коллеги. Коллеги и выборщики. Нет, молодежи, которые, вы говорите, она с промытыми. А вы думаете, они составляют большую часть в голосовании? Мне кажется, они наоборот диваны... Вы абсолютно правы. Ну да, я согласен с вами. При всей активности вот юных персон во время ралли всевозможных на выборы, они, к счастью, не ходят. Ну, ты знаешь, Сережа, к счастью, а может быть в этот раз они и пойдут? Это всегда так. Мы все время ожидаем, что они пойдут, и наступит некий перелом. Ничего подобного не происходит. А если им Сорос скажет, я вам каждому дам по 200 долларов. Ну, это другое дело. Спасибо большое. Удачи вам. Всего доброго. Кстати, вот сейчас упомянул Сорос, а мне на память пришло заявление Мишки Блумберга, который пообещал потратить миллионы долларов для того, чтобы оплатить долги правонарушителей с тем, чтобы они пошли голосовать за Байдена. А Торни Дженерал штата Флорида открыл расследование в отношении этого, потому что это является на самом деле взяткой, покупкой голосов. И я думаю, что Мишка должен поэтому, если он действительно предпримет какие-то шаги, должен будет ответить по всей строгости закона. Нечего, будучи миллиардером, так сказать, в наглую. Мало того, что он просто миллионы долларов дает на избрание леворадикального отребья в органы власти, так он еще и в открытую намерен покупать голоса правонарушителей с тем, чтобы они голосовали за банду Байдена. Да, значит, прокурор Флориды, как он, Эшли Муд, Муди, Муд, он да, он направил письмо ФБР. И он сказал, что, не он сказал, а Блумберг пообещал потратить более 16 миллионов долларов. И в письме говорило, что офис прокурора изучил, передал дело в Департамент правопорядка Флориды ФБР для проведения уголовного расследования. Почему? Потому что закон штата Флорида говорит о том, что нельзя платить и предоставлять любую другую выгоду в качестве стимула голосования. То есть это противозаконно. Но опять же, я не думаю, что кто-то его будет судить. Дело в том, что у меня, я утратил всякую веру в Федеральное бюро расследований. То есть вот предыдущая история, история предыдущих лет, начиная, ну, я даже не знаю, как. Понятно, что Коми был человек, который порой, по-моему, совершал поступки, не переступая черту законную. А сейчас Кристофер Рэй, который все это дело покрывает. По-моему, они все из одной обоймы. Это все одна шайка-лейка. Болото. Да. Болото, которое сушит неизвестно как. У меня нет веры в ФБР, к сожалению. Хотя это одна из мощнейших организаций. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день, ребята. Дело в том, что я разобрался с нашими евреями. Прочет статью Бориса Гулько. Прекрасно, это полный ответ, что происходит с нашими евреями. Здравый смысл они поменяли на гуманизм. И потом говорится, как они поменяли. Они взяли этого Гелада, шарито-израильского солдата. Поменяли на 1011 убийств. И все, что они делают, они говорят, что поделаешь. Гуманизм – это наш характер. Вот все он объяснил, что происходит с нашими евреями. Почему они такие негодяи? Большинство из них занимает листа. Только революции гуманизм. Даже в войне в Израиле есть закон о расстреле, о казни. Они не употребляют. Кого бы не убивали, залез один бандит, 7-10 человек, перерезал его. Что ему сделали-то посадили. Никто бы не убил. Вот это называется сменой. Здравый смысл на гуманизм. То есть о них вообще не стоит даже говорить. Мы знаем, кто они, и они никогда не поменяются. Спасибо за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло. Я получил 15 минут назад письмо, в котором пишут, чтобы голосовали за повышение ТЭКСа. Но они пишут, что это будет только для тех, кто получает свыше 250 тысяч. Я не знаю, как там будет стоять вопрос, но мой вопрос к вам – голосовать за такой пункт или против? Ну, а как вы сами считаете, нужно голосовать за это или нет? То есть у нас сейчас в Веленосе… Я боюсь, что здесь скроется, что повышение ТЭКСа будет не только для 250 тысяч. Понятно, понятно, вы абсолютно правы. Давай попробуем просто ответить на вопрос. Голосовать нужно нет. Нет. Нет, потому что это открывает возможность законодателям, а вы знаете, кто у нас в законодательном собрании. Люди без стыда и совести, люди, набивающие свои карманы, обворовывающие нас. Они положат себе в карманы еще больше денег. Вот и все. И в этом же законе это позволяет им облагать налогом пенсии. Понимаете? Люди, которые живут на пенсию, у которых минимальный, так сказать, доход пенсионный, этот закон, если это поправка Конституции, позволит им, так сказать, безгранично поднимать налоги на всех, плюс установить налог на пенсию. Поэтому ответ на этот вопрос в бюллетене будет вопрос, это мэндмен, поправка Конституции. Конституции или Носи? Нет. Очень рад, что мое мнение с вашим совпало, как всегда. Мы тоже. Но второй вопрос у меня. То приглашение, которое люди получают голосовать по почте, я бы не советовал выбрасывать. Его нужно взять с собой. Это те, кто получил бюллетень, мы об этом уже говорили. Приглашение не нужно никому. Если вы получили бюллетень, тогда да. Приглашение не нужно. Потому что приглашение... Почему? Потому что... Приглашение не нужно. Можно я вам объясню? Приглашение посылает не только секретарь оф стейт, приглашение посылают разные неправительственные организации. Вы что, весь этот хлам будете собирать и нести с собой? Это не является документом. Все. Период. Можно я дам контр-вопрос? Дело в том, что тебе могут сказать. Ой, извините, но вы уже проголосовали по почте. Нет, не могут они сказать, потому что это не бюллетень. Это приглашение. Более того, люди получили приглашение, а неделю назад или две недели назад, они получили повторное приглашение, повторное письмо, где было написано, что наша информация показывает нам, что вы еще не отправили вот ту первую бумагу, чтобы получить бюллетень. Это только чисто информативная бумага. Это называется джанг-мейл. Но вот если вы получили бюллетень, если вы заполнили анкету... Вы считаете, что мне не скажут? Ой, а вы уже проголосовали. Нет, не скажут, потому что у вас бюллетня нету на руках. И вы бюллетень не отправили. Вот если вы заполнили это приглашение, эту анкету, тогда вас отметят, как будто вы уже получили бюллетень. И тогда вы не можете голосовать. Но вы принесете... Если вы заполнили анкету, еще раз говорю, если вы заполнили анкету, получили бюллетень, или даже если не получили бюллетень, не делайте этого, не заполняйте никаких анкет. Если вы собрались голосовать, идите на избирательный участок и голосуйте. Просто голосуйте, да. Спасибо большое. Последнее. Если кого-то интересует вопрос, то в последней газете уже есть статья, что в Калифорнийский учебный школьный курс этнических исследований обвиняют евреев в расовых привилегиях, и это будут учить в школах. — Ну, я не уверен, что они уже приняли это как... — Законодательное собрание Калифорнии приняло в понедельник законопроект под номером AB331, приблизивший наш шаг к тому, чтобы стать первым штатом США, где будет введено требование о том, чтобы все ученики старших классов школы прослушали курс... — Секундочку. Они уже приняли или будет принято? — Они приняли. — Приняли что, Сережа? На рассмотрение или приняли как закон? — Нет, еще не приняли, очевидно, как закон. — Вот, они еще не приняли. Я не думаю, что это будет принято. — Они приняли как закон. — Приняли законопроект. — Окей. — Спасибо большое. — Все, понятно. Я немножко испугался, я думал, они приняли к рассмотрению. К рассмотрению это еще ничего не значит. — Это... — Уверен, что это не прокатит. — А я не удивлюсь. — Еще как прокатит. — Не думаю. — Ну, посмотрим. — Калифорния — это особый случай. Добрый день. — Меня покажет. — Алло. — Добрый день. — Добрый день. — Добрый день. — Вылезла информация о том, что обнаружилась серьезная связь с семьей Рускова и сына Байдена. Вы эту информацию видели? — Я не видел. — Я в нее верю. Я в нее верю. — Значит, все. — Может быть... — Абсолютно. 3,5 миллиона долларов сын Байдена получил от Елены Батуриной. Это факт. Это в докладе подкомитета по внутренней безопасности. Это, к сожалению, это то, о чем я говорил. Об этом не пишут и не рассказывают средства массовой информации. — Ну, подожди. — Потому что задача сводится не к тому, чтобы информировать население. — Еще и Пелоси замешана в этих скандалах. — Там ее сынок, там же кормился, и там сынок Миттеромни тоже, так сказать, лапы нагрел. — Вот я говорю, болото, оно болото. — Ну, в общем, а вы, так сказать, а нам рассказывают о связях Трампа с Россией. А вот интересно, Батурина 3,5 миллиона Хантуру Байдену дала, а Трампу ни копейки. А все равно связь Трампа с Россией. Ну, для них, для фанатиков, для ново-трамперов, они выбирают правду над фактами. — Я же час назад, вот полчаса назад говорил, что им все равно. Они против Трампа. Неважно, что сделал Байден, как он говорит, какой у него словарный запас, сколько денег получил его сын. Неважно, это неважно. Они не любят Трампа и будут голосовать против Трампа. — Спасибо, Олег. — К сожалению, да. Берегите себя. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok